Несколько дней назад мне задали вопрос, на который мне хочется ответить. Я действительно хочу читать много книг, но мне не нравится читать. Что делать? И как человек, который определенно любит читать, при этом прошел через период жизни, когда мне не хотелось этого делать, я хочу ответить на этот вопрос. Тем более, что ответ очень прост. Первое, что надо сделать, это прочитать «Думай медленно, решай быстро» Дэниела Каннемана. Это максимальное легкое чтение, там всего около 497 страниц результатов исследований. После этого тебе захочется дополнить знания книгой Пирс Джей Говарда «Доктора философии. Руководство пользователя для мозга». Опять же, читается легко, там около 1097 страниц. Как только ты прочитаешь эти две книги, ты поймешь, как работает мозг, сможешь управлять им и попросить себя полюбить читать. Звучит неплохо? Ладно, закончим видео на этом. Я бы очень хотел закончить видео таким образом, это довольно забавно. Но, как выясняется, у меня есть несколько реальных советов, которые будут полезны тем, кто хочет полюбить чтение, или, по крайней мере, кто время от времени читает случайную книгу, но хочет читать больше. Давайте ближе к делу. Первое, что я хочу отметить, это то, что я вынес из личного опыта. Чтение – это привычка. Чем больше читаешь, тем легче это дается. Пару лет назад я поспорил с моим другом Мартином, что буду читать 25 страниц в день. Каждый день в течение трех месяцев. Я сказал, что дам ему 100 долларов, если пропущу хотя бы один день за месяц. Придерживаться этой цели было сложновато. Моей главной мотивацией были опасность потери этих денег и чувство стыда. Но примерно через месяц я начал замечать, что мне стало легче начинать читать. И так же легко было продолжать чтение в течение более длительного периода. Я понял, что чтение очень сильно напоминает тренировку. Когда ты начинаешь, это очень утомительно и совсем не весело. Но когда ты привыкаешь делать это, становится легче и намного приятнее. И все же, кроме привычки к чтению и спора с другом, есть, безусловно, другие вещи, которые могут вам помочь. Например, начать с более легкого материала. И у меня на этот счет есть несколько предложений. На самом деле все просто. Комиксы. Даже если ты не особо любишь комиксы, они действительно могут помочь привыкнуть к чтению в целом. Комиксы очень легко закончить с первого раза, ведь выпуск не очень длинный. И из-за всех этих иллюстраций на странице остается не так много места для текста, на самом деле. Обычно на полках магазина комиксов так много всего, что непонятно, с чего начать. Позвольте мне дать вам пару рекомендаций. Прежде всего рекомендую прочитать серию комиксов «Аватар Ласт Айр Бендер», которая на самом деле начинается с того же места, где заканчивается сериал. «Аватар» – один из моих любимых сериалов всех времен. Обязательно посмотрите, если не видели. И комиксы такие же крутые, как и телесериал, так что это будет отличным началом. Кроме того, было приложение под названием «Комиксологи», которое, как я полагаю, теперь принадлежит Амазон. Там есть множество различных комиксов Marvel, DC, Dark Force, а также много манга. После того, как я сходил в кино на «Алита Боевой Ангел», мне захотелось прочитать мангу, и оказывается, в приложении можно получить бесплатную 30-дневную пробную версию с практически неограниченным чтением, не привязывая кредитную карту. Отличный способ, по крайней мере, начать. Не нужно ходить в магазин комиксов и покупать бумажные комиксы, можно просто читать их на своем компе, и это поможет вам привыкнуть к чтению. И вам не надо будет потом читать именно комиксы, они просто помогут выработать привычку. Если комиксы просто не твоя тема, есть и другие варианты, но без кучи картинок. Например, сборник рассказов. Одна из причин, почему мне было трудно возвращаться к чтению, заключалась в том, что обычно книги очень длинные. И если я останавливаюсь на середине книги, появляется ощущение, что нужно вернуться назад и прочитать все заново, чтобы понять, где я остановился. И это удручает. И вот сборники рассказов крутые именно тем, что ты можешь прочитать всю историю за раз. Чувство выполненного долга, ощущение того, что ты садишься и доделываешь что-то до конца, может побудить тебя продолжать читать в будущем. Сборников рассказов очень много, как и комиксов, поэтому можно не знать, с чего начать. Я хочу дать хотя бы одну рекомендацию в этом видео, и это будет антология «Роукс» под редакцией Джордж Рэймонд и Ричард Мартин, в которой есть новая история «Игры престолов» наряду с другими историями таких авторов, как Патрик Ротфус и Нил Гайман. И опять же, как и с комиксами, пусть это будет отправная точка для формирования привычки к чтению. Не нужно всегда читать только комиксы или сборники рассказов. Они помогают возвращаться к повседневной привычке, но потом можно перейти к произведениям покрупнее, например, к художественной литературе, которая несложно написана и тоже является рассказом. Единственная книга, которая приходит здесь на ум, это «Голодные игры». Помню, как несколько лет назад я читал статью блогера Джеффа Гоинса о том, почему «Голодные игры» были настолько успешными. И один из его главных аргументов было то, что в книге используются очень короткие предложения. В ней нет безумно вычурной прозы. Книга написана для сегодняшней аудитории, которую легко отвлечь. Вот небольшой фрагмент из статьи. Коллинс пишет короткие предложения, которые цепляют. Они тревожно лаконичны, как роман Хемингуэя. Такая манера писать создает неопределенность, которая прекрасно работает с зависимостью от постоянных перерывов. Некоторые люди могут интерпретировать это как критику, но я думаю иначе. Да, это не самая удивительная проза, когда-либо написанная. Это не «Война и мир». Но Сьюзан Коллинс знает свою аудиторию. Она пишет так, чтобы книгу было легко читать и перечитывать снова. Я заметил это в книгах, которые дались мне так же легко. Например, я за раз прочитал всю серию «Рожденный туманом» Брэндона Сандерсона. Вся серия рассказов дико крутая, хотя написана намного проще, чем другие подобные серии, такие как «Имя ветра» Патрика Ротфуса или что угодно из Нила Стивенсона. Этих авторов я действительно очень люблю, но читать их немного сложнее, чем работы Сандерсона. Я хочу подчеркнуть, что не призываю вас избегать более сложных книг, но если вы относитесь к тому типу людей, которые считают, что им не нравится читать, или которые привыкли к более простым и удобным для восприятия книгам, лучше сначала выработать привычку. Когда уже будет база, можно переходить к более сложному материалу. Кроме того, возможно, вам понравятся те направления, которые, на первый взгляд, не для вас. Например, молодежные романы или научная фантастика. Помню, несколько лет назад я увидел на goodreads.com, что Патрик Ротфус, автор книги «Имя ветра» и «Страхи мудреца», дал пять звезд детской книги «Девочка, которая объехала волшебную страну на самодельном корабле». Благодаря этому позитивному отзыву я прочитал книгу, и она оказалась крутой. А еще я заметил, что в ней много непонятных для меня слов, поэтому странно, что она входит в категорию детских книг. С другой стороны, это лишь доказывает, что книги, предназначенные для детей или подростков, могут быть интересными в любом возрасте. Книги делят на категории для того, чтобы помочь людям найти больше произведений, которые им захочется прочитать, но никто не исключает людей, не входящих в эти группы. Исходя из всего этого, хочу поговорить о том, что потенциально могло убить вашу любовь к чтению в раннем возрасте, и, как вы могли догадаться, это школа. Помню, в школе у меня были уроки английского языка и композиции, а еще чтение, где задавали читать художественные произведения и определенные главы на каждую неделю. И нам настоятельно рекомендовали не читать вперед. Теперь я понимаю, что учителя пытались делать, они пытались держать весь класс в одном темпе. Но вот в чем дело. Если в классе 50 человек, не каждый из них вписывается в конкретную форму того, как надо учиться читать. И да, людей нужно учить аналитическому чтению и критическому мышлению. Но, что более важно, мы должны учить любви к чтению. Поэтому, если твой школьный опыт заставил тебя не любить чтение, как это было у меня, «Пойми, читать можно по-разному, не обязательно читать по той схеме, которую навязывают». Так что пробуй еще раз. И последний, но важный совет, которым я хочу поделиться сегодня, скорее всего подойдет многим из вас, ведь это определенно относится ко мне и к моему лучшему другу Мартину, который помог мне записать это видео. Забейте на свой список для чтения, если это становится обязательством. Я знаю, что много раз в прошлом я видел действительно интересную книгу на полке в книжном или в библиотеке, и думал, что хочу это прочитать. Но у меня уже есть куча книг в списке, которые я должен прочитать сначала, поэтому я покорно откладывал эту книгу в конец списка и только потом приступал к прочтению. Вместо того, чтобы делать это и брать на себя на самом деле несущественное обязательство читать книги по порядку, следуйте своим интересам. Если есть что-то интересное прямо сейчас, прочитайте эту книгу. К списку можно перейти позже. Не откладывайте на потом. Вы должны помнить, что интерес действительно связан с эмоциями, и эмоции относятся к конкретному моменту. И немного глупо думать, что можно просто добавить книгу в список для чтения и прочитать ее позже, с тем же интересом и тем же уровнем эмоциональной привязанности. Концепция списка для чтения по своей сути не является плохой и может быть очень полезной в некоторых обстоятельствах, но надо осознавать, что список может препятствовать вашей эмоциональной привязанности к тому, что интересует вас прямо сейчас. И если это так, наверняка следует забить на него хотя бы временно. Спасибо за просмотр! Ставь лайк, если понравилось видео, и обязательно подписывайся. Еще можно кликнуть здесь и получить копию моей книги о том, как получать отличные оценки. И жми здесь, чтобы посмотреть еще одно видео на этом канале, или послушать последний эпизод нашего подкаста прямо здесь. Еще раз спасибо за просмотр! Увидимся на следующей неделе! Субтитры сделал DimaTorzok